Делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами вот уже целый год! Сегодня в программе «Самара против терроризма». Пролетая над городом, масштабы стройки на московском шоссе. Поработал – отдохни, сделаем город чище. Самарские ученые снова удивили, где в Самаре появятся электрозаправки. Все это и многое другое прямо сейчас. 8 апреля на площади Куйбышева прошел митинг в поддержку жертв теракта в Санкт-Петербурге и их семей. Почти 50 тысяч горожан пришли на главную площадь выразить свою гражданскую позицию и поддержать пострадавших в результате взрыва в метро. Популярные хэштеги в эти дни. Питер, Самара с вами, за мир во всем мире, Самара против терроризма, чистое небо над головой. Питер, Самара против терроризма, чистое небо над головой. Самарский видеоблогер Александр Корягин снял новое видео с воздуха для тех, кто всем сердцем и душой переживает за строительство развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Сдать развязку в эксплуатацию планируют в сентябре. Тогда же будет открыт и долгожданный тоннель. Набирает популярность самарское сообщество ВКонтакте «Люби свою Самару». Адрес вы сейчас видите на экране. Группа призвана оперативно и интересно рассказывать молодежи о том, как проходят городские субботники, кто и где вносит свой вклад в чистоту любимого города и как можно присоединиться к этому движению. Чистый город начинается с тебя. И это не пустые слова. Теперь субботники становятся настоящим праздником и неплохим поводом встретиться с друзьями. Поработал? Отдохни! Самые активные участники месячника по благоустройству получат билеты на спектакли, выставки, экскурсии и на масштабный концерт на площади Куйбышева 22 апреля. В группе вы можете найти график субботников, записаться на участие и приложить свою руку к чистому городу, как это сделали ребята на Крымской площади, в парке Дружба, в сквере экономистов и не только. Ну а для тех, кто успевает и работать, и фотографироваться, в сети стартовал конкурс. Становитесь участниками городских субботников, выкладывайте фотографии с хэштегами «Люби свою Самару» и «Поработал.Отдохни» в Инстаграм. Получайте призы и подарки. Поработал? Отдохни! Весь апрель выходи на субботники и получай подарки. Скидки в супермаркетах, билеты на концерты, выставки, спектакли. Чистый город начинается с тебя. Ученые Самарского университета испытали одну из деталей авиационного газотурбинного двигателя – камеру сгорания, изготовленную с помощью технологий 3D-печати. Она была установлена и испытана на серийном образце малого газотурбинного двигателя ТА-8. Деталь используется в качестве вспомогательной энергетической установки самолета Ту-134. И это настоящий прорыв, считают ученые. Ведь создать с помощью аддитивных технологий работающий узел серийного двигателя – настоящий успех и начало больших побед. Кстати, при производстве деталей будущего двигателя используются металлические порошки только отечественного производства. Около бизнес-центров, новых жилых комплексов и крупных отелей Самары скоро появятся электрозаправки. Зарядные станции предназначены для заправки электромобилей. Они будут представлять собой встраиваемые в стену трансформаторных подстанций панели с двумя розетками, цветовой индикацией процесса подключения и зарядки. Одновременно на станции можно будет заряжать по два автомобиля. Время заправки стандартного современного электрокара составит около четырех часов. В текущем году в Самаре планируют построить пять таких зарядных станций. В сети появился ролик, в котором усатые полосатые сыграли в сценах из самых известных фильмов ужасов. Котята из приюта предстали в образе главных героев кинолент «Сияние», «Техасская резня бензопилой», «Психо» и «Кэрри». Острые ножи, бензопилу и горящую сцену заменили реквизитом из картона. Ролик набрал почти три миллиона просмотров. Как указали создатели ролика, настоящий ужас – это жизнь бездомных кошек. И порекомендовали зрителям брать животных из приюта. Продолжают тему животных и индийские фотографы, работы которых уже разлетелись по всему интернету. Цель проекта – показать, что в семье всегда можно найти местечко для еще одного домочадца. Для реализации идеи была использована оптическая иллюзия. Если смотреть на снимки издалека, кажется, что в центре находится очертание кота, кролика или собаки. И только при приближении видно, что на самом деле на фото изображены люди. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока! Субтитры подогнал «Симон»